Ребят, всем привет! Мы продолжаем нашу тему виртуальных выставок, но сегодняшний ролик мы записываем в режиме вот этого сомнительного слова «самоизоляция». Но потому что вот так вот надо. И сегодня мы решили организовать прям настоящий такой телемост. А этот телемост у нас будет с компанией Кизляр Суприм и их представителем Виктором Агре. Сегодня мы с Витей поговорим о том, как вообще вся эта ситуация повлияла на ножевой рынок в целом. Ну и, конечно, в первую очередь расскажем о тех новинках, которые компания Кизляр Суприм планировала презентовать на уже не состоявшейся выставке «Клинок». Поехали! Вить, привет, дорогой! Ну что, собственно, как ожидалось, отменена выставка «Клинок». Выставки, в принципе, отменяются по всему миру. Отменены выставки в Екатеринбурге, в Питере. Вот недавно тоже выставка была отменена. Ну и сейчас, в общем-то, все переходят в режим онлайн. Хотелось бы узнать, что ты вообще думаешь по этому поводу. И также поговорить о том, насколько вообще сильно по вам ударила вся эта ситуация с коронавирусом и всем остальным. Я вас приветствую, дорогие любители острова. Я приветствую тебя, Виталий, и канал «Мужская берлога». И действительно, да, ты прав. К сожалению, ситуация в нашем мире сейчас такова, что везде отменяются все очные мероприятия, все массовые мероприятия, развлечения. Самым гадким образом отменился матч по хоккею, на который я собирался пойти. Я что-то никогда в жизни раньше не ходил на хоккей. Да, действительно, удар по всем массовым мероприятиям, по нашим с вами выставкам. Удар по бизнесу. И да, видите, даже этот обзор я снимаю из дома, потому что тоже удаленная работа, самоизоляция и все прелести современной жизни. Да, это удар по компании, он есть, и надо признать, я при этом поддерживаю те меры карантина и самоизоляции, которые были введены, причем я считаю, что надо было вводить их раньше. Что я тебе скажу? Да, нужно включать голову и, несмотря на то, что бизнесы потеряют, это, я считаю, оправданной мерой. Это необходимо. Самоизоляция делает возможным вот такое наше общение онлайн, интересные проекты, включается голова опять же. И я считаю, что у онлайн-проектов как раз сейчас большое будущее. Поэтому давайте больше общаться онлайн через видео, через инстаграм, через соцсети. Давайте делать вот это. Вить, ну, собственно, теперь я предлагаю перейти к ножам, ну, а точнее к тем ножам, которые Кизляр Суприм хотела представить на отмененном, либо перенесенном клинке, что, в общем-то, до сих пор непонятно. И начать, конечно, хотелось бы с судьбы Вектора. Ну, потому что очень многие о нем спрашивают. Давай все-таки поговорим о нем. И самое главное, когда ждать Вектор в продаже? Да, действительно, Виталий, очень много новинок мы подготовили на клинок. Но ничего страшного. Все те новинки, которые мы приготовили на показать, мы их покажем. Все те новинки, которые готовились к продаже, мы их продадим. Они будут появляться в фирменном магазине Кизляр Экстрим. Давай по порядку. Естественно, самый ажиотажный, самый такой сейчас востребованный нож – это Вектор. Дня не проходит, чтобы в личке не появлялось нового вопроса, когда Вектор, что Вектор, как он будет в итоге выглядеть, что вы сделаете. А вот надо сделать еще так. Давай чуть-чуть о нем расскажу. Просто как раз перед началом самоизоляции я успел спереть вот этот вот прототип со склада. Но когда я забирал его, я вспомнил, что надо взять еще вот этот. Потому что вот с этого все начиналось. И у нас был прям целый большой разговор, большой диалог на тему того, чем вот этот лучше, чем вот этот или наоборот. Соответственно, давайте поговорим. С этого ножа все начиналось. Почему? Потому что у нас не было изначально варианта сертифицировать нож по обуху. Мы это обсуждали, но всерьез не рассматривали, не думали, что появится такая возможность. Поэтому сделали изначально вот этот нож. У него есть плюс в том, что это оригинальная какая-то форма, да, клинка. Хотя на самом деле эта форма, она взята, за основу взят Максимус, нож Максимус. Но параллельно уже рассматривалось, только мы думали, что это будет холодный вариант, вот какой-то такой. Здесь за базу взят клинок от Интрудера. Тоже наш клинок. Но дальше у нас появилась возможность сертифицировать модель по обуху. Да, толщина 5,7, вот здесь вот ориентировочно она такая и будет. И, ну давайте просто сравним, ребят. Ну вам не кажется, что вот этот нож намного интереснее, чем вот этот, да, то есть, чем вот этот. Вот этот нож, это действительно хищный, красивый, полноценный нож. Такой боевой, тактический, без всяких компромиссов. Здесь у нас компромиссный кончик. Чем лучше этот нож может быть, да ничем. Вот честно, я не вижу ни одной какой-то серьезной черты, которая бы сделала его лучше. То, что чуть потоньше обух и чуть пошире клинок. Но из-за этого более широкого клинка он не влезает в узкие ножны, да, которые у нас совместимы с Молли. А это критический момент для многих армейцев, для тех, кто пользуется вообще системой Молли, системой тактических разгрузок, платформы и так далее. Что лучше режут? Многие говорят, что вот здесь рез будет хороший, здесь плохой. Ну, ребят, мы, давайте так. Я понимаю, что вы эти ножи видите только на экране, да, по телевизору, не знаю. Очень сложно сориентироваться. Вот я сейчас прям показал два ножа, вот они, да, как они смотрятся рядышком. Давайте я вот так вот поверну, так неудобно, конечно, ну вот. То есть, посмотрите контуры, да, и неужели вот нет очевидного приоритета вот этого хищного острого ножа. Дальше. Я попробовал буквально перед этими съемками обоими ножами порезать лук. Я скажу так, не суперудобно ни тем, ни другим, но и тот, и другой вполне это может делать. То есть, лук, морковка, вот то, что требует именно реза, это и тонкого обуха. Это самая неспецифическая задача для таких ножей, поэтому я, собственно, и попробовал это сделать. Но ими можно это делать одинаково. Что касается врезаемости в дерево, врезаемости в какие-то продукты типа колбаски, там не будет большой разницы, потому что здесь уже работает больше заточка и геометрия спусков. То есть, по дереву вот этот более толстый нож будет работать даже интереснее, потому что здесь мы сразу заложили прямые спуски, довольно тонкое сведение, еще тоньше, чем на прототипе. И этот нож, все, что нужно сделать, он будет делать. При этом он прочный, он ломовитенький и он действительно моща. Здесь по всей толщине ножа, да, по всей длине ножа толщина не меняется, это везде будет 5,7. При этом, если вы видите, вот у нас хвостовик выведен на пятки как стеклобой, и можно и ударить при желании, да, там стекло в критической ситуации разбить и так далее. Но вот именно такой толщины хвостовик идет сквозь весь нож, он очень прочный, очень мощный. Я не представляю, какая должна быть нагрузка, чтобы это сломать. Ну, наверное, все можно при желании, но сломать очень сложно. Значит, гарда будет металлическая, она подперта рукояткой. Она сама по себе сидит уже очень плотно в подсадочном гнезде, подпирается рукояткой из, скорее всего, это будет плотный жесткий кротон, более жесткий, чем у нас на том же Доминусе, и все это крепится одной большой стяжкой. То есть, в принципе, нож разборный, он позволяет обслужить его, даже если вдруг надо кастомизировать, и мы предвидим, что этот нож будет в двух цветах, черном и оливом. Итак, ножны. Ножны выполнены тоже будут из мягкого пластика. Это их особенность. Первое, я уже сказал, они помещаются в шлею Молли. Это позволяет нам просто воткнуть в разгрузочный жилет или воткнуть в платформу вот здесь вот, зафиксировать это место при помощи металлической скобы. Она как раз по размеру Молли, да, то есть мы просто этой скобой защелкиваем практически шлейку Молли, и у нас получается жесткий подвес. Хотя, в принципе, и так никуда не денутся эти ножны за счет такой вот своей ребристой фактуры. Они не очень-то охотно вылезают из ножен, там хорошее очень сцепление идет. Мы немножечко поменяли вот этот вот подвес, крепление. То есть, изначально мы хотели сделать цель на пластиковый подвес, но по зрелому размышлению решили, что, наверное, все-таки нет. Лучше сделаем его комбинированным. Он будет свободным либо жестким, с перехлестом вот здесь вот. И там будет быстросъемная шлейка, как у нас на тактических нужнах, чтобы можно было крепить это все дело на ремни, не снимая сам ремень. Это удобно. И, соответственно, у этих ножен большой потенциал как для горизонтального ношения вдоль ремня, так и для вертикального ношения можно будет носить в перевернутом положении. Причем на эти нужны перекочевал наш замочек с Tactical Echelon из Outdoor серии. То есть, он позволяет ножу плотно держаться, он никак не трясется, не люфтит за счет того, что вот здесь вот заложена сразу уже прищепочка для кончика. И, соответственно, вот этот замочек плотно держит нож в ножнах. И вот они нужны, которые можно просто защипить вот здесь вот. Все. Причем в любом положении. Поскольку нож у нас симметричный, да, он в любом положении может фиксироваться. То есть, мы можем как удобно справа или слева, под правую, под левую руку это дело сделать. С моей точки зрения, это самый грамотный вариант вектора, который вообще у нас был. Быстро, достаточно легко извлекается. Очень рабочий, очень правильный. Ну, ребят, ваше мнение. Если кто-то еще думает, что вот этот вариант чем-то лучше, но я вам скажу сразу, мы можем сделать и это со временем. Но вот этот действительно хищный, интересный. Я даже просто не могу найти аргументов, чем вот этот нож может быть лучше. Если у вас они есть, я с радостью услышу. А кто хочет себе вот именно этот вариант, тоже пишите. Для нас это важно. Но я могу сказать сразу, что в первую очередь будет выпущен именно этот вариант вектора. Вот это уже финальный вариант. Его мы запускаем в работу. Он уже, в общем-то, финальный прототип уже с нашими символиками Кизляр Суприм. На рукоятке тоже логотип Кизляр Суприм, чтобы было понятно, кто сделал. И, соответственно, именно в таком формате мы уже запускаем. Это самая финальная, последняя мастер-модель, с которой мы уже делаем все остальное. Делаем пресс-формы. Что касается клинка, то он будет выпускаться в нержавеющей стали, скорее всего, АУС-8. И в стали Слейпнер для продвинутых пользователей, кто любит сталь поинтереснее. С моей точки зрения, правильная для него сталь именно АУС-8. Потому что идея вектора это недорогой, интересный, по-настоящему интересный тактический нож. И недорогой, и действительно интересный. Его уникальность, его сертификации по обуху. Он уже прошел сертификацию, то есть мы уже клинки, в общем-то, делаем для него. Его уникальность в том, что это российский нож, который ничем не уступает боевому. Но при этом он будет все-таки не холодным, гражданским. В Слейпнере его уже совсем недорогим сделать не получится. Просто по одной простой причине. Потому что сюда идет много стали. Из-за большой толщины все-таки расход стали достаточно большой. Тем не менее, будет, я думаю, что месяца 2-3, ну более правильно это 3, мы потратим на производство. Потому что самое главное сейчас правильно сделать пресс-форму, чтобы она полностью сочеталась хорошо с клинком. Чтобы у нас не было никаких подгонок, чтобы нож был максимально технологичным. Витя, я уже видел, ты анонсировал новые метательные ножи. Крайне странной формы. И вообще, вот я такого еще, наверное, ни разу не видел. Расскажи немножко вот об этом. Если мы говорим еще прям о новинках-новинках, которые практически нигде еще не светились, то это метательные ножи. Новые метательные ножи от Кизляр Суприм. Первый, это авторский нож Станислава Аполлонова, который называется Кочевник. Вот такой вот метательный киридаши. Но, тем не менее, в чем особенность? Этот нож был разработан специально под безоборотную технику метания. Либо безоборотную, либо полуоборотную. Он очень хорошо подходит для скан, всех вариантов ноу-спин, всех вариантов метания, который предполагает метание за рукоять. И который предполагает вот такое проглаживающее движение, то есть стабилизирующее движение большим пальцем. Изначально Станислав разрабатывал этот нож под свою технику метания безоборотного. И уже понятно, что вот эти ножи летят спокойно метров с 10 безоборота точно. А дальше уже, наверное, все ограничивается только навыком метателя. Особенность ножа. Это 7,5 миллиметров по обуху. То есть он прям толстый, он такой жирненький. С одной стороны указано логотип производителя и логотип разработчика. С другой стороны название ножа Кочевник. И подписано, что нож разработан из Аполлоново. Вес порядка 275 грамм. При длине в районе 28 сантиметров. Он проходит по всем международным нормам для метательных нажатий. То есть он подходит для международных соревнований. И нож действительно интересный, классный. Он немножко необычный. Но когда ты берешь его в руку, начинаешь метать, начинаешь им работать, понимаешь, что действительно модель удачная. За счет вот такого тонкого, достаточно хищного носика. По высоте тонкий, но при этом мы помним, что здесь вот это ребро жесткости, которое с 7,5 миллиметров уходит где-то миллиметра на 3. Достаточно мощный остается кончик, но проникает очень хорошо. Тесты показывают действительно хорошие результаты. Так что скоро появятся в магазине в продаже. И здесь одна особенность. Эти ножи сделаны из 30 ХГСА. Сталь 30 ХГСА очень простая, вязкая. Самый ключевой момент, что она очень прочная, но немножко ржавеет. То есть эти ножи минимального ухода потребуют. Плюс в том, что сталь очень интересно себя ведет. Здесь чуть-чуть более мягкий заусенец. При попадании ножа в нож, заусенец немножко по-другому формируется. Поэтому многие метатели 30 ХГСА любят. Я предпочитаю нержавеющую сталь. Я люблю, чтобы у меня были чистые руки. Здесь все-таки ухаживать потребуется. Но, тем не менее, я знаю, что те, кто метает ножи, те, кто профессиональные метатели, они на этот нож посмотрят с интересом. Дальше, что касается второго ножа, это характерник. Это уже нож Артема Дмитриева, о чем тоже говорит соответствующая надпись на клинке. Рядом, опять же, с логотипом производителя. С другой стороны мы видим, что это нож-характерник. Характерники уже выпускаются. Ножи действительно интересные. Особенность конкретно этого ножа тоже самая. 7,5 мм по обуху. То есть он такой более толстенький, более жирненький, более тяжеленький. И сейчас этот нож пройдет обкатку у его разработчика, у Артема. И тоже скоро появятся продажи. Вот такие вот два метательных ножика новых. Они интересные. Мы, в принципе, делаем ножи не просто так метательные. Вот мне кажется, что метательный должен выглядеть так и делать. Мы делаем ножи вдумчиво. И сейчас мы очень активно сотрудничаем именно с именитыми метателями. Потому что они предлагают не что-то такое усредненное, общечеловеческое. Они предлагают именно то, что работает. Ну и если уж мы заговорили про внушительные ножи, я прошу рассказать тебе про прототип ножа Stinger. Который, если вы запустите, но, блин, мне кажется, это однозначно станет убийцей таких здоровяков, как Тилайт, Лузан и еще куча больших ножей от Cold Steel. Какова вообще вероятность того, что этот прототип будет запущен в серию? И можно ли сейчас хотя бы приблизительно прогнозировать его цену? Я понимаю, что это очень сложно в связи с нестандартной, нестабильной экономической ситуацией. Но, тем не менее. Интересный еще один мега резонансный нож, который пока практически в интернете еще не светился. Вот он, для тебя. Это нож Stinger. Мощнейший складной флиппер кинжалоид. Но это только концепт. Как вот в автомобилестроении концепт-кар, так это концепт-нож. Потому что, да, хотелось бы сделать вот так, но так нам сделать никто не даст, потому что он таким образом, скорее всего, будет холодным. Уж очень он кинжалоидный. Здесь клинок 14 сантиметров в длину. Соответственно, огромная рукоять. Такая двуручная буквально нож для гурманов, для ценителей именно таких вот больших складных ножей. То есть, мы не позиционируем его как EDC. Хотя есть у меня несколько товарищей, которые вполне бы взяли его и на EDC тоже. Это нож большой, мощный для любования. Когда ты ходишь таким ножом и понимаешь, что у меня там 14 сантиметров клинка, даже если из складного в кармане. У него достаточно глубокого погружения такая фрезерованная клипса. Клиночек будет немножко другой. То есть, он по контуру останется приблизительно таким же. Но нам придется сделать только треть ножа такой фальш-лезвия. А здесь будет большой обух. Потому что, скорее всего, в таком формате, я же говорю, этот нож будет холодный. Это немножко противоречит нашей основной базовой концепции, что ножи должны быть народными и доступными все. Что останется неизменным? Это контур. Это вот такого формата рукоять. Либо титановая, либо алюминиевая. Такой интересный спейсер с задней стороны рукоятки. И симметричная форма, которая прям такая мега-мега харизматичная. Нож будет, сразу скажу, не дешевый. Но я думаю, что для такого интересного проекта это того стоит. Впрочем, пока цену я озвучивать не готов. Никогда не люблю озвучивать цену, пока нож не сделан серийно. Потому что часто оказывается, что мы рассчитываем на одно, а по факту получается другое. Пока даже порядок цены не буду озвучивать. Вот такой вот стингер. Такой вот мощнецкий классный нож. Прямо вот так вот хочется сделать. Прямо вот, спасибо. Ну, на самом деле... А! У меня, самому я, знаете, когда снимаю, я вот смотрю на него и мне прям что-то хочется, что-то ткнуть, что-нибудь шашлычину на него там нанизать. Прямо с клинка поесть. Он такой вот просто... Это нож для тех, кто любит такие ножи. Вот если вы любите, то, блин, он тут по-любому вам зайдет. Ну, теперь давай от больших ножей перейдем к более скромным. Ну, вообще, Кизляр Суприм в твоем лице, в том числе, очень неравнодушный к каким-то маленьким козявочкам. И, в общем-то, эта тема заходит. Народ за ними почему-то гоняется. Хотя я к небольшим ножам так скептически немножко отношусь. Тем не менее, расскажи, планируется ли какое-то обновление вот в этой категории ножей? Ребят, да, про маленькие ножи тоже скажу. Это сейчас у нас доходит до финала наш нож Аскет. К сожалению, ребят, вот сейчас прямо, пока я говорю, на складе уже есть готовые прототипы Аскета. Но, к сожалению, я их не могу забрать. Поэтому то, что я успел стянуть на прошлой неделе, до начала самоизоляции, я вам покажу. Что мы здесь имеем? Аскет будет вот такой вот... Клиночек будет вот этой вот формы, да. Но рукоять будет предназначена как под накладки, да. Соответствующие у нас есть отверстия под крепление накладок под стяжки. И нож можно будет использовать как без накладок, так и с накладками. Соответственно, и приобрести как с накладками, так и без накладок. В чем счастье этого ножа, в чем его радость? Это то, что небольшой, харизматичный нож, который будет компактный, он будет в кайтексе. Кайтекс для него делается. Причем кайтекс тоже делается с таким расчетом, чтобы он держал нож как с накладками, так и без накладок. То есть, чисто за вот эту вот гарду будет цепляться. Обещаем здесь также прямые спуски, тоненькое сведение и интересные стали. Мне хочется видеть этот нож, кроме стандартной АУС-8, потому что должен быть вариант народный, недорогой, бюджетный. Кстати, я думаю, что этот нож как раз будет очень недорогой, потому что здесь подгонки минимум. Основную цену здесь будут составлять именно кайтексные ножны. К сожалению, никуда мы от них не денемся. Если делать в коже, еще бы был подешевле. Но, опять же, будет кайтекс, зато более практично. При этом нож будет недорогой, доступный, рабочий. По стали АУС-8 я вижу здесь N690 и я вижу здесь какие-то более интересные порошки, потому что не очень много стали уходит на нож. И, в общем-то, даже в дорогой стали он будет вполне доступный и по карману. Конкретные цифры я не могу говорить, потому что сейчас очень колеблется валюта. И все зарубежные стали, интересные нам с вами стали, они привязаны к валюте. Поэтому что-то конкретное по цене сказать не могу, но говорю точно, что он будет на фоне всех своих одноклубников стоить доступные деньги. Ну, как и всегда у Кисляр Суприм. Спасибо тебе большое. Может быть, у тебя есть еще что-то добавить? Еще какие-то анонсы, какие-то новинки? Не стесняйся, накидывай. Свежее – это то, что уже появилось в продаже. Мы, к сожалению, не успели это анонсировать на клинке, что оно есть в продаже. Но эти ножи уже есть в интернет-магазине. Это наша известная всем модель Delta из тактической серии. В чем особенность? Сталь N690 и уже в стоке здесь накладки из G10. То, что многие хотели, просили. И так вот, что на рукоятке. N690 здесь закалено до 61 единицы. То есть, нож уверенно царапает стеклышко. При этом он остается прочным, достаточно вязким и не боится ржавчины. Также в N690 мы выпустили обновленный нож Block X. Он буквально сейчас уже тоже появился в интернет-магазине. Но, к сожалению, полноценной презентации на выставке у этих ножей не было. Нравится мне сталь N690 с учетом нашей поездки на завод Böller и того понимания, сколько может эта сталь и правильная термообработка, сколько может вытащить из этой стали. Я на нее, честно говоря, посмотрел по-другому. Поэтому, присмотритесь, N690, с моей точки зрения, это, наверное, одна из самых сбалансированных сталей на сегодняшний день. Раньше это была 440C, такая прям сталь, которая не самая дорогая, не самая дешевая, но самая подходящая для ножей. Лучшее сочетание цены и качества. Вот сейчас на ножевом рынке, с моей точки зрения, одна из таких стали – это N690. Почему самая сбалансированная? Потому что все полезные свойства у нее приблизительно на одном уровне и достаточно высоко. Что я имею в виду? Коррозионная стойкость. Да, есть. Она действительно здесь на хорошем уровне. Износостойкость. Да, здесь она присутствует. То есть, при твердости 61 единица этот нож очень хорошо держит режущую кромку. Устойчивость к наизлом, да, то есть, вязкость, ударная вязкость, она здесь присутствует на высоком уровне. Устойчивость к сколам, она здесь присутствует на высоком уровне. Рез. Как и у любой нержавейки, он не такой агрессивный, он чуть более мыльный, но здесь при, опять же, нашей термообработке это не так уж и видно. То есть, рез присутствует и он достаточно на хорошем уровне. То есть, вот все полезные для нас показатели, они здесь на хорошем уровне, они приблизительно равны и представлены. Вот это вот для всех. То есть, любой человек, который просто возьмет нож из N690 и попробует им порезать, вообще поэксплуатировать, он скажет, да, это крутая сталь. Она меня ничем не напрягает, она легка в обслуживании, кстати, достаточно легко точится при всей своей износостойкости. То есть, вот одна из самых сбалансированных на сегодняшний день, это мое мнение. Единственный, наверное, ее минус, то, что сейчас евро подскочил и уже ножи, ну как, мы сильно цены не поднимаем, но сталь для нас подорожала. Ну и последний, ну, наверное, один из самых значимых вопросов. У нас очередные сложности испытывает наш вечно страдающий рубль сейчас. И ждать ли повышения цен от Кизляр Суприм? Ну, по крайней мере, в каком-то ближайшем обозримом будущем. Да, Виталий, правильно ты говоришь, просел рубль, но мы хотим, чтобы Кизляр Суприм оставался оплотом стабильности и цены поднимать сейчас точно не будем. Для нас это время включить немножко еще больше, включить голову и подумать, что еще мы можем оптимизировать для того, чтобы цены оставались на прежнем уровне. Может быть, чуть-чуть свою маржу уменьшим. Обязательно посмотрим, где еще можно оптимизировать процесс производства на заводе. Но ножи должны оставаться доступными. Это наша радость, это наши друзья. И они должны у нас быть в прежнем объеме, несмотря ни на что. Поэтому цены не задерем. Но опять же, ребят, одно время было некоторое возмущение, что мы перешли от таких дорогих черных-черно-синих коробочек на более простые цвета картона, цвета соломы. Удешевили. Да, удешевили, но мы решили, что все-таки коробочка это вещь, которая чаще всего потом выбрасывается. После того, как вы нож получили, коробочка, она должна быть однозначно. То есть, я вообще не понимаю, как можно там, на, дарю тебе нож, держи, на, на, ну что ты не берешься. А еще лучше вот так, дарю тебе нож, на, на, держи. Мы считаем, что есть вещи, которые должны оставаться на должном уровне. В отличие от некоторых других производителей, мы никогда не пойдем на то, чтобы удешевить сталь. Да, то есть, можно купить настоящую сталь, можно купить аналог. Мы никогда не пойдем на то, чтобы ухудшить качество стали. Мы никогда не пойдем на то, чтобы ухудшить, удешевить закалку. Мы никогда не пойдем на то, чтобы более небрежно относиться к слесарке или сборке. Но да, мы можем удешевить за счет упаковки. Мы это уже сделали. Где-то мы убрали из комплектации темлячки. Решили, что если вдруг вы хотите темлячок, он в конце концов не так дорого стоит. А для кого-то может быть 200 рублей в стоимости ножа некритичный. В общем, мы отказываемся от всего неважного, но оставляем качество стали, качество сборки. И продолжаем работать и будем его только улучшать. Поэтому цены меняться сейчас не будут. И сколько сможем обходиться тем, что свою маржу понижать, оптимизировать производство, мы будем это делать. Витя, спасибо тебе большое за этот эксперимент, за то, что ты принял в нем участие. Нам очень приятно в очередной раз видеть тебя на канале. Ну и в конце, наверное, нашего сегодняшнего такого интервью, может быть, какие-то прощальные или напутственные слова нашим подписчикам, вашим почитателям. В общем, давай развлекайся. Ты можешь высказать все, что ты хочешь. Друзья мои, в завершении я хочу сказать, что давайте больше улыбаться. На самом деле, сидение дома, оно очень погрузило как-то меня в самоосознание. То есть, первый день ты радуешься, второй день хочется уже на работу, третий день ты уже не находишь себе места в доме, а дальше ты начинаешь как-то немножко переосмысливать свою жизнь, я во всяком случае. И я понял, что надо, во-первых, начинать утро с улыбки, во-вторых, каждый день надо чему-то учиться, чтобы не закизрали мозги. Потому что действительно очень хочется прям схлопнуться, да, сознание стремится как-то так минимизировать все, что можно минимизировать. И поэтому я вам хочу сказать, друзья мои, вот очень важно, чтобы мозги каждый день работали. Что-то читать, что-то изучать, в чем-то совершенствоваться. Вот это важно. Если упасть духом и поддаться панике, то начнешь бешено скупать гречку, бешено там стремиться куда-то в бункер в Антарктиду и так далее. То есть вот паника, она затуманивает сознание. И когда ты ей поддаешься, ты становишься управляемым и нерешительным. И не можешь адекватно реагировать на ситуацию, с одной стороны. С другой стороны, те, кто относится к проблеме, а, ну это все фигня, ну нас пронесет, кто угодно, только не мы, знаете, вот это русская традиционная авось и шапка закидательства, но все-таки, ну не стесняйтесь выходить по улице в маске. Причем, знаете, маска это когда она закрывает все лицо, а не только рот, да, нос там торчит. Вот это не позорно, не стыдно, это признак просто осознанных. Я когда вижу человека в магазине, например, не в маске, я понимаю, что это не то, что он такой смелый, а то, что он пока еще не думает, не научился думать. Или недостаточно серьезно к себе относится. Это мыть руки, это чтобы стоял прямо возле двери дезинфектор, да, пришел, продезинфицировал, помыл как следует с мылом. Это, ну не ходить куда-нибудь там на площадке, общаться с друзьями за шашлыками и так далее. То есть, да, здорово, если у тебя там есть дача, свой участок, там на нем там шашлычков пожарить сам, да, это правильно, там в кругу семьи с кем-то и так общаешься. Ну не надо вот этих всех походов в гости. Лучше позвонить, лучше там написать, поговорить. Кстати, сейчас много свободного времени, можно действительно там про родителей вспомнить, побольше пообщаться там по телефону, по скайпу, по ватсапу, благо возможности есть. Но включить голову, потому что вот это вот все безболезненно пройдет для тех, кто думает и для тех, кто не паникует. Вот, простите меня, если это холивар, я повторил то, что вы и так знаете, но вот хотелось мне это сказать. Ну, друзья, мы в свою очередь работать продолжаем, с учетом всех мер безопасности, но и завод работает, и компания работает, и будем радовать вас новинками. А вы, вас я знаете как, приглашаю поучаствовать в акции, которая у нас проходит, это утренняя улыбка. У нас в группе Кизляр Суприм будет прямо много-много фотографий. Вот вы просыпаетесь, делаете селфи с ножом и улыбкой и отправляете в нашу группу. Неважно какой нож, главное, чтобы улыбка была настоящей. Давайте друг друга радовать и давайте друг друга в этом поддерживать. Поэтому акция «Острые улыбки по утрам» с Кизляр Суприм запустилась. Мы вместе, мы все братья по клинку, как я говорю, мы все любители острова, давайте все оставаться позитивными и пусть наши любимые игрушки нас радуют. Оставайтесь с нами, всего вам самого острова. Ведь спасибо тебе еще раз за участие в этом эксперименте. Ну, а вам, друзья, спасибо, что вы нас смотрите. И даже в режиме изоляции мы продолжаем работать, продолжаем взаимодействовать с нашими друзьями, партнерами, с ножевыми производителями, те, кто делает для вас классные ножи. Оставайтесь с нами, обязательно подписывайтесь на канал, если вдруг еще не подписаны. Впереди вас ждет еще много интересного. Всем пока и до встречи в сети. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok